«Мы дышим полной грудью и не можем насладиться воздухом, который даже здесь, в центре города, такой чистый», — говорит Цзинь Юй Ло. Он житель Пекина, известного самым большим загрязнением воздуха. Работает в одном из интернет-изданий, рассказывающих о России. В Сочи приехал в составе делегации, чтобы получше узнать о столице зимних игр. «Я был приятно удивлён, что здесь, далеко от Москвы, столько много музеев. Особенно удивил музей Островского. Этот писатель очень известен Китая, и я думаю, многим моим соотечественникам будет интересно окунуться, когда они приедут в эту атмосферу». Сегодня для жителей Поднебесной организовали экскурсию по так называемому «старому городу». Знакомство начали с главных морских ворот. Селфи на фоне архитектуры в стиле «Ампир» улетали в Китай один за другим. По пути к гостям курорта присоединился глава города. И знакомство китайцев с историей и возможностями Сочи взял в свои руки. «Во время Олимпийских игр морской порт был расширен. И вы видите, вот построена новая клюшка, которая позволила принимать два больших круизных лайнера». Бутики в известных мировых брендах, многочисленные торговые центры, сувенирные лавки. Экскурсии не только по городу, но и по морю. Бальнеология, рестораны. Сочи сегодня обладает огромной базой для комфортного отдыха. Об этом говорят многие туристы, которые отдохнули здесь в постолимпийский период. Из того диалога, который мы ведем, мы понимаем, что туроператоры Китая действительно многому очень сильно удивились. Они удивились огромным возможностям нашего курорта. Начиная от бальнеологических процедур, заканчивая объектами и событийным туризмом. Особая гордость города – прогулочная зона, которая год назад стала еще больше за счет улицы Новогинской. Здесь представители делегации удивили пальмы, которым больше 70 лет. Китайцы говорили и о местных жителях. Такой открытости и радуши они не ожидали. К примеру, Михаил Эллен, ему 90 лет, как потом признался сочинец, он просто решил поздороваться с иностранными гостями. А в итоге завязался эмоциональный разговор. Михаил Эллен пригласил своих новых знакомых приехать в Сочи и весной, когда все цветет. Впрочем, и сейчас отметили жители Поднебесный курорт совсем не в серых красках. После посещения музея спортивной славы Сочи гостей повезли в знаменитый парк культуры и отдыха Ривьера. Прогулка началась с аллеи именных Магнолий. Зашли гости из Китая и в Бювет попробовать минеральной воды курорта. И, конечно, приобрели сувениры на память. Завершилась экскурсия по центру города для делегаций с Поднебесной, представлением в дельфинарии и показом возможности дельфинотерапии. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.